Политики, бизнесмены, активисты, зарубежные и украинские, журналисты, гости из США, Германии и Грузии собрались в Одессе на антикоррупционном форуме. Здесь планировали обменяться опытом и создать новое правовое государство. Главное заявление, которое ждали от Саакашвили, это имена чиновников коррупционеров. Подробности узнавала Ирина Стребко. Одесская антикоррупционная инициатива в таком формате проходит впервые. Участники собираются заранее. Многие знакомы лично. Открывает форум Михаил Саакашвили. Сразу озвучивает коррупционные схемы. Государство ежегодно теряет 5 миллиардов долларов, говорит председатель Одесской ОГА. Кроме цифр, называет имена главных, по его мнению, коррупционеров Украины. В черный список попали премьер-министр Арсений Яценюк, политики Давид Жвания и Николай Мартыненко, а также крупные бизнесмены-монополисты Игорь Коломойский и Ренат Ахметов. За время этого правительства официально украдено только госпредприятие 120 миллиардов ривень. Утекло из экономики по этим схемам, включая часть этих, как мы сегодня посчитали, минимум 5 миллиардов долларов. ВВП упало на 20 процентов. И более того, правительство не обещает нам никакого улучшения. Саакашвили утверждает, из-за коррупционных схем на Одесском припортовом заводе государство теряет 700 миллионов долларов, на Укрспирте 240 миллионов, а на Укрзалезныте более 2 миллиардов. Во многом глава облгосадминистрации винит премьер-министра Украины. Вот такая ситуация. Кто за это все в ответе? Я не знаю, в нормальных странах за это все в ответе глава правительства. О коррупции на Одесской таможне говорит Юлия Марушевская. Показывает видеозапись, на которой подставной предприниматель договаривается с брокером о незаконном оформлении документов. Они должны были разрешить экспорт в Румынию более 20 тонн орехов. Марушевская отмечает, законное оформление документов стоит в разы дороже – более 20 тысяч долларов. Поэтому многие предприниматели выбирают незаконное решение вопросов. Чтобы искоренить коррупцию, Юлия Марушевская предлагает идти навстречу бизнесу. Главной причиной коррупции в органах являются низкие заплаты. Такое мнение высказал главный прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе. Олигархи, они сами по себе не появляются. Они появляются из-за отсутствия государственных институтов. Олигарх всегда будет, пока у прокурора будет заплата 300 долларов. И когда 5 миллиардов долларов вытекают ежемесячно из государства, то какая-то доля идет в карманы этих прокуроров и судей, и они становятся частью этой олигархической системы. Итоги Одесской антикоррупционной инициативы подведут в Киеве. А все подробности форума смотрите в специальных репортажах в эфире нашего телеканала. Ирина Стрепко, Дмитрий Бондаренко, Валентин Мирза, Андрей Кульба, Алексей Барановский, Седьмой канал. Михаил Саакашвили прокомментировал информацию о возможном переезде из Одессы в Киев. Напомню, на вчерашней антикоррупционной конференции нардеп Мустафан Аем не исключил вариант, что Михаил Саакашвили уже в ближайшее время может занять кресло премьер-министра страны. Сам Саакашвили однозначного ответа относительно такого варианта развития событий не дал. Я, если бы я стремился к карьере какой-то внутри Украины, во-первых, я бы баллотировался на этих выборах, чего я не сделал. Во-вторых, я бы не пересорился со всеми коррумпированными интересами, потому что все равно они сидят в парламенте. Поэтому по моему поведению не видно, что я стремлюсь. И в-третьих, я бы всех подряд не называл, и еще этот процесс не закончился. Поэтому я так считаю, что мне нужно делать свое дело. Я знаю, что эти коррупционеры от меня не отстанут, они будут с нами сражаться. Но чем больше они с нами сражаются, тем больше мы на правильном пути. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!